О коварстве, любви, обмане и верности. В Государственном академическом музыкальном театре состоялась премьера сказки Иван Дамарья. Режиссер-постановщик, заслуженный деятель искусств республики Крем Владимир Косов. Маленькие зрители смогли окунуться в волшебный сказочный мир. Прониклась игрой артистов наша съемочная группа. Посмотреть на сказочных героев пришли самые благодарные зрители. Малыши с интересом следили за тем, как на сцене менялись декорации и выходили новые персонажи. Чтобы показать борьбу добра и зла, на сцене появлялись и отрицательные герои. Зоя Волкова предстала перед зрителями в костюме Кикиморы. Говорит, вжиться в роль было совсем несложно. Мне безумно нравится эта роль. Я люблю дурачиться. И вообще отрицательные персонажи, хоть и не отрицательные, но в них как бы можно выразить себя более ярко, эксцентрично. Девять персонажей старались перенести детей в сказочный мир. С каждой минутой им это удавалось все лучше. Очень нравится приносить радость и понимание в зал. Когда ты видишь, что зал за тобой идет и реагирует, то в некоторой мере ты начинаешь выкладываться больше, больше, больше. Подготовка к премьере проходила в течение двух месяцев. Артисты репетировали каждый день, иногда по шесть часов подряд. Основная идея, сверхзадача – это то, что дружба побеждает любое зло. Ну, собственно, молодому, маленькому нашему зрителю сейчас, наверное, нужно думать именно об этом. О дружбе, о толерантности и о том, что даже плохие герои иногда имеют право на второй шанс. Над премьерой спектакля работали не только артисты, но и декораторы, гримеры, костюмеры. Костюмы шились очень быстро, потому что времени не так много у нас было. Поэтому для художника тяжелейшая задача сделать так, чтобы все успеть, и чтобы это было и ярко, и красочно, и чтобы и дети, и наши зрители даже не подумали о том, сколько сложностей за кулисами. Тем, кто не смог попасть на премьеру, не стоит расстраиваться. Спектакль можно будет посмотреть 25 и 26 марта. Алена Сергеенко, Денис Тищенко, Время новостей.